Эти рептилии очаровывают многих людей своей силой и свирепостью. Но почему они стараются не трогать людей? И что будет, если поместить его в соленую воду? Усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ведь мы уже начинаем. Встречайте, аллигаторы. Аллигаторы – это рептилии и члены семейства крокодилов. В это семейство входят крокодилы, кайманы и аллигаторы. Кстати, есть два вида аллигаторов – американский и китайский. Сегодня мы поговорим об американском. Встретить их возможно только на восточном побережье США. Аллигаторы, как и другие крокодилы, претерпели очень мало эволюционных изменений со времен динозавров. Американские аллигаторы появились около 84 миллионов лет назад. Единственными более старыми рептилиями являются черепахи. Аллигаторы – социальные существа и часто собираются в группы. Эти группы часто греются на солнышке или просто купаются. В отличие от крокодилов, аллигаторы не способны выделять соль из воды. И если их поместить в соленую воду, они умрут через несколько дней. Если аллигатор проведет в соленой воде менее суток, то это не принесет ему особо негативных последствий. Так что, если вы увидите крокодила в соленой воде, можете смело поспорить, что это не аллигатор. Также нужно отметить, что желудок аллигатора – это крайне враждебная среда. Их желудочные кислоты имеют по аж менее двух. Это очень кислая среда. Что-то среднее между лимонным соком и уксусом. В таком желудке добыча с мягким телом полностью переваривается за 2-3 дня. Однако, если бы вы оказались в желудке аллигатора, то вы бы задержались там немного дольше. Кости, рога и другие твердые части могут перевариваться в желудке аллигатора до 100 дней. Самый большой аллигатор в мире имел длину 4 метра 80 сантиметров и весил 458 килограмм. Этот аллигатор был пойман в Милкриг, притоке реки Валабаме. В поисках аллигаторов не забывайте время от времени смотреть вверх. Американские аллигаторы, как и некоторые другие виды крокодилов удивительно хорошо лазают. Аллигаторы могут залезть даже на дерево, если, конечно, у них будет достаточно уклона, чтобы потянуться. Аллигаторы могут быть невероятно быстры. Они могут бегать со скоростью 56 километров в час. Это гораздо быстрее, чем любой человек. Для справки, на сегодняшний день человек развивал максимальную скорость 44 километра в час на своих двух. Но держать такой темп бега долго аллигатор не способен. Кстати, в воде они тоже достаточно быстры. И развить скорость до 50 километров в час для них не проблема. Такая скорость достигается активной работой хвоста, который равен почти половине длины тела. Глаза аллигаторов расположены на макушке. Это позволяет им находиться почти полностью под водой, но при этом видеть свою добычу. Аллигаторы, как и кошки, также имеют структуру в задней части глаза, которая отражает свет для улучшения ночного зрения. Если поймать фонариком глаза аллигатора, они загорятся красным цветом. Вы также можете определить размер аллигатора по расстоянию между его глазами. Чем больше расстояние, тем длиннее аллигатор. Аллигаторы считаются плотоядными животными. Но известно, что они едят еще и фрукты. Молодые аллигаторы питаются жуками и мелкой рыбой. Тогда как их родители предпочитают рыбу покрупней, едят змей и черепах. Могут съесть и птицу. Да, многие люди боятся аллигаторов. Но эти животные держатся особняком и обычно не нападают на людей, если только им не угрожают. Аллигаторы предпочитают беспроблемную пищу, за которой не нужно бегать полдня и которую можно съесть за один укус. Поэтому аллигатор предпочтет более доступную добычу, чем бегать за человеком. Кстати, за последние 80 лет было задокументировано чуть более 20 смертельных случаев встречи человека с аллигатором. Я думаю, это не так уж и много. Грубая кожа аллигатора делает его похожим на плавающее бревно. Это помогает подобраться к добыче незамеченным. У аллигаторов во рту одновременно ходится около 75 зубов. По мере того, как зубы изнашиваются или ломаются, у аллигатора вырастают новые. Так в течение жизни у многих может смениться около 3000 зубов. Согласно некоторым источникам, аллигаторы могут кусать силы почти 200 кг на квадратный сантиметр. Это делает их укусы одними из самых сильных в мире. Для справки, лев кусает в 5 раз ласковее. Самцы могут оплодотворить несколько самок за один брачный период. Установлено, что 70% самок из года в год выбирают для спаривания одного и того же самца. Пол аллигатора определяется температурой. Если температура в гнезде детеныша-аллигатора теплая, то рождаются самцы. Ну а если температура прохладная, то детеныши-самки. Матери-аллигатора откладывают яйца на холмик из грязи. Когда яйца готовы для вылупления, детеныши-аллигаторов используют яичный зуб на своей морде, чтобы разбить яичную скорлупу. Самки-аллигаторов очень заботливые матери. В июле самка-аллигатора строит из грязи и растений гнездо, в которое откладывает яйца. Китайский аллигатор может откладывать от 10 до 50 яиц за раз. Аналогичное количество откладывает и американский аллигатор. После того, как яйца с твердой скорлупой отложены, мать-аллигатор покроет их грязью и листьев. Около двух лет самки-рептилий ухаживают за своими малышами. Следят за тем, чтобы новорожденные были в безопасности и сыты. Младенцы вырастают примерно на 30 см в год. Так что к тому времени, когда они отправляются в путь самостоятельно, они становятся достаточно крупными хищниками. Исследователи отметили, что немалое количество детенышей-аллигаторов, по-видимому, вымирает, не достигнув половой зрелости. Было обнаружено, что смертность молодняка-аллигаторов отчасти связана с тем, что около 7% из них съедаются родителями. Аллигаторы являются одними из самых громких рептилий, даже несмотря на отсутствие голосовых связок. Втягивая, а затем выдыхая воздух из легких, они могут издавать различные звуки для защиты своей территории. Также громкие звуки привлекают самок. Особо хорошо у аллигаторов получается громко шипеть или устрашающий реветь. Интересно ведут себя аллигаторы и зимой. Когда вода замерзает, лед налипает вокруг морды, фиксируя тело на одном месте. В это время рептилии впадают в спячку. Сердцебиение становится медленнее, а работа пищеварительной системы и метаболизм почти полностью прекращаются. Крокодилам не нужно есть, поскольку они не тратят энергию. Прежде чем уйти в спячку, они выкапывают аллигаторную нору, которая представляет собой углубление или туннель в грязи. Норы крокодилов могут достигать 20 метров в длину. Они защищают аллигаторов, когда слишком жарко. Ну или когда холодно. Интересный факт – кровь дикого аллигатора обладает как антибиотическими, так и противовирусными свойствами. Она активна против вируса западного нила и вируса простого герпеса. Эти свойства также помогают защитить самих аллигаторов от заражения после травмы. Продолжительность жизни аллигатора может достигать 80 лет. Еще недавно им грозило вымирание, но после сохранных мероприятий их популяция заметно выросла. Сейчас около 5 миллионов американских аллигаторов живут в дикой природе и им ничего не угрожает. А этот выпуск удашел к концу. Спасибо за просмотр, ставим лайк и не забываем подписываться. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok